я с мамой ходила в магазин видела пяльца и как бы загорелась вышивать а потом у бабушки были вышивки я как бы смотрела и мама у меня тоже тюбетейки узбекские вышивала они начали меня учить я стала потихонечку вышивать у нас была соседка бабушка галя у нее такие вышитые коврики были рушники вот эти сорочки и мы когда к ней первый раз я зашла я просто была в восторге от того что я увидела это очень украинская вышивка получается она вся такая разнообразная я говорю бабушка галя я тоже хочу так шевать и она говорит ну давай я тебя научу у нас здесь было соревнование конкурс был собирались четыре вышивальщицы и мы вышивали один и тот же рисунок каждый по-своему и получилось у меня самый лучший мадирас она пришла горит моя ученица превзошла меня мы начали учить мечети медресе на втором этаже как бы нас всех там собирали нас была в группа была теория который вела венера аудио и была практика который вела халиде аудио мы учились вышивать там они нам показывали мы домашние задания делали приносили показывали они нам исправляли где исправить где нет я это даже не могу объяснить это вот не знаю это наверное надо вышивальщицей быть любить эту работу чтобы понять то я например успокаиваюсь если я раздражена я начинаю дервичать я сажусь за вышивку успокаиваюсь все мысли собирается и как бы она мне помогает если нету настроения или что-то в жизни происходит как бы не по тебе вышивка никогда не получается приходится распаривать постоянно она то путается тоже когда ты садишься уже в настроении или там с хорошими мыслями работа идет у нас керчи мечеть реставрирует 19 века вот у меня есть мечта вышить туда какую-нибудь исламскую каллиграфию чтобы она там висела только с нашими крымско-татарскими орнаментами вокруг и гурина и